всем привет еще одна жемчужина шахмат белыми играл ефим боголюбов а черными мезес партия игронов баден-бадене в 1925 году боголюбов играл белыми он пошел d4 он сюда до 4 ходил f5 голландская защита вот так мезес ответил ему и последовало g3 g3 логичное продолжение дело в том что сыграв f5 черные планируют или вынуждены планировать вывод белопольного слона на b7 например фанкетил иначе он упирается в пешку е ой в пешку f5 а в дальнейшем ведь черные еще и ходят часто е6 голландской защите и слона c8 начинает грустить ход g3 мешает ходу b7 сразу b7 b6 от того конь f6 слон g2 е6 конь f3 стороны развиваются d5 рокировка слон d6 c4 c6 каменная стена конь c3 и черные пошли конь d7 вообще вот тут часто в таких структурах смысла не имеет взятия на c4 пишет боголюбов из-за того что белые могут пойти е4 грозит е5 вилка если взять такой же 5 и у белых уже неприятная инициатива одну из пешек то они точно отыграют позиция вскрывается явно выгодно белым так считал ефим боголюбов видимо он прав конь d7 керси c2 и черные сыграли по стандарту тут конь е4 часто черную так ставят в голландской защите коня на е4 опять таки вот боголюбов говорит что он считает более солидным продолжение начал его кернуть и вот такой вариант приводит и типа вот это более солидный за черных он считал а вот мизес пошел сразу конь е4 король h1 тонкий ход идея в том чтобы начать игру по линии g после хода слона f4 одна из главных задач белых в голландской защите вот особенно вот в этой стене каменной это поменять чернопольных слонов чернопольный слон d6 может оказаться очень опасным в будущем оттого спират черные сыграли ферзь f6 если бы они сыграли ферзь c7 например то конь g5 конь f6 c5 чернопольный слон вынужден уйти и белые захватят поле е5 они выйдут слоном на поле f4 с темпом поэтому ферзь c7 будут ходить не хорошо черные пошли в ферзь f6 сюда и вот о чем я говорил вот она последовала слон f4 на размен чернопольных слонов мизес взял боголюбов взял пешкой и в итоге что получилось да белые чуть раскрыли свою позицию ну акировки линию же открыли но открыли в том числе и для себя плюс теперь черные никогда в ближайшем будущем не сыграют е5 поэтому слона c8 продолжает грустить ученых так что задумка вот такая была ферзь f6 ну напальный f4 надо сыграть е3 защитить конь f6 конь е5 еще странно конь обратно ушел на d7 потому что терпеть такого коня видимо просто невозможно на е5 и тут боголюбов себя ругает он сыграл ладья g1 и так сказано что типа слабо сыграно надо было обязательно играть конь бьет е4 например взятие и f3 вскрывать позицию в центре надо было так а после того как он сыграл ладья g1 черные могут поменять обоих коней и позиция упрощается черным становится проще играть мизец взял д е конь бьет c3 боголюбов взял пешкой чтоб при случае ударять на d5 а потом еще раз пойти c4 вот именно потому он не ферзем а пешкой b так слон d7 черные вот потихоньку выковыривают этого слона своего печального и ладья а d1 снова ругает себя боголюбов и потому что следовало сперва пойти а4 мешая черным сыграть b5 иначе черные могут овладеть полем c4 ну что сейчас и будем видеть ладья d1 и последовало b5 теперь если белые пробьют cd cb неважно откроется линия c для черных и у них появится контурган на ферзевом фланге это явно не устроило не устроило белых и поэтому боголюбов сыграл ферзь b2 ферзь b2 рокировка ферзь a3 такой маневр ферзя и черные ответили ладья d8 конечно если бы черные взяли пишет боголюбов так то ладья b1 и у черных печальная позиция потому что белый начинает атаку на ферзевом фланге а ферзь на 6 застрявший у черных он там непонятно чем занимается в этом углу ладья d8 именно потому и c4 бьет b5 пешка вроде кажется печальной необходимостью на самом деле ефим боголюбов тут заготовил коварный удар дьявольский и так черные взяли и тонкий ход ферзь a6 с угрозой такой сыграть слон бьет d5 если черный беру то ферзь бьет a6 и нельзя же аж издал что пешка же связана такая вот угроза хода ферзь a6 очевидная но есть и более замаскированные не так ударить а сыграть a4 например взяли и c4 идея в том чтобы раскрыть своего слона белопольного который станет монстром после разменов в центре а две сдвоенные вот тут по линии а никакого значения не имеют черные подумали подумали и на ферзь a6 сыграли ферзь h5 с идеей видимо на a4 сыграть ферзь e8 и попробую так защититься но сыграв ферзь h5 черные зевнули комбинацию и вот предлагаю нажать на паузу поискать как тут сыграл боголюбов и так он сыграл слон бьет d5 в чем дело в чем нельзя взять мизец взял черный ладья бьет g7 и черные вынуждены бить эту ладью забирать иначе если король h8 но это единственная более-менее альтернатива тогда ферзь f6 ферзь бьет d1 шаг вроде еще и ладью отдали но ладья g1 это защита так мимоходом это еще и мат ферзем с поля f6 такой симпатичный на шаг на шаг белые ответили матом что редко бывает в шахматах поэтому надо брать поэтому черные взяли ферзь f6 шаг король g8 ладья g1 шаг ферзь g4 уже надо откупаться черным и они решили вот таким образом ладья бьет g4 fg f5 f5 и оказывается что две пешки вот эти е5 и f5 сильнее чем слон чем слон черных еще это будет сказываться в партии было сыграно ладья c8 можно было попробовать сыграть ладья f8 с идеей с надеждой на то что ферзь g5 шаг король f7 е6 слон бьет е6 вот такая надежда на это отдать слона за эти две пешки попробую тут еще брыгаться но как пишет боголюбов он на короле f7 если что собирался не выигрывать слона а забирать третью пешку и просто дальше гнать свои пешки вот эти ферзи вот такие дела было же сыграно ладья c8 последовало е6 слон c6 шаг король h8 f6 грозит мат на g7 ладья g8 потому ферзь c7 теперь скрытый шаг ничего не дает потому что слон на c6 висит его надо защищать ладья c8 ферзь е5 а вот это уже вот это уже последний гвоздь в крышку гроба черных этот мощный ход теперь d4 король g1 просто слон d5 ход отчаяния f7 шаг ладья g7 вуголюбов просто забрал и черные сдались мизер сдался потому что это абсолютно безнадежно пешки е и f решают судьбу партии ну вот на этом все всем пока и